Далеко не у всех взрослых получается словами нормально выражать то, что с ними происходит, и уж тем более с этим есть серьезные проблемы у детей. Итак, здравствуйте! Сегодня мы разберем такую тему, как что скрывается за такими словами, как я не хочу учиться. Под этим может скрываться 4 фактора. Один из них мы не будем рассматривать. Он относится у нас к теме негативного образа учебной деятельности, когда ребенок вообще не хочет учиться. Это отдельная тема, частично мы ее затрагивали в выпуске «Нелюбимые предметы» и еще не раз к ней вернемся. А теперь три оставшихся. Это конфликт мотивов, это отсутствие установки и неподходящее психофизиологическое состояние. Итак, давайте по порядку. И первая ситуация, которую мы рассмотрим, это ситуация конфликта мотивов, где на одной чаше висит домашнее задание, а на другой нечто гораздо более весомое. Это, например, погулять, поиграть с друзьями, то есть что-то хочется сделать гораздо сильнее. И здесь, как выходить из данной ситуации и как научить ребенка решать данную ситуацию конфликта мотивов, потому что с этой ситуацией он будет сталкиваться до конца жизни. Надо сравнивать не мотивы, не свои желания, а сценарии того, как пройдет твой день. Например, домашнее задание все равно придется делать. То есть мы ребенку объясняем. То есть, понимаете, придется делать домашнее задание. Да, понимаю. Итак, здесь два сценария. В одном сценарии ты сначала делаешь домашнее задание, а потом с чистой совестью. Беззаветно бежишь и играешь, гуляешь, смотришь мультики, отдыхаешь. Второй вариант. Ты идешь гулять, отдыхать, смотреть мультики, но у тебя ограничено время. Раз. И над тобой висит незримый вот этой нитью, что надо будет учить делать домашнее задание. Есть что-то, что еще предстоит. Предстоит еще, да, и вот не получается вот этого момента, чтобы прям расслабился, прям вот, прям беззаветно так увлекся чем-то. Получается эффект, говорит, горькой конфеты. Когда над тобой висит домоклов меч домашнего задания, и ты постоянно напрягаешься, что, блин, еще домашка впереди. То есть, и когда мы сравниваем два этих сценария, один из них выглядит уже не так плохо, понимаете? Достаточно часто ребенок будет выбирать второй вариант. Что сначала я играю, а потом домашнее задание. И наша педагогическая задача дать прочувствовать ребенку вот эти последствия, которые мы описали, и отрефлексировать их, чтобы, собственно говоря, жизнь ему совсем сахаром не казалась. Вот именно по второму варианту. Во-первых, сразу же ограничим его по времени. Что, хорошо, хочешь сначала, да, но тогда у тебя только полтора часа, иначе потом ты устанешь, иначе потом будет уже вечер, и ты не сделаешь. Все. То есть, мы его резко, мы его контролируем, и в момент обрываем. То есть, а он в этот момент или играл, там, бежал и почти забил в мяч, но мы сказали, да, мой, да, или смотрел мультик и прервался посередине, или где-то игра прервалась, и все. Договор дороже денег, давай пошли учиться. У тебя был выбор. Если у него, если вообще какой-то случается сбой, то за ним может последовать какой-нибудь, ну, по крайней мере, не очень серьезное, но чувствительно неприятное наказание. И таким образом, мы этих потихонечку, потихонечку, изо дня в день, из месяца в месяц, приучаем ребенка как раз-таки делать правильный, адекватный выбор. А самое главное, нам надо научить ребенка не сравнивать свои желания, а сравнивать сценарии реализации этих желаний. Потому что именно сценарии могут существенно отличаться, и сценарии играют в нужную нам пользу. И ему в том числе. Итак, второй вариант – это неподходящее психофизиологическое состояние. У нас уже был выпуск «Лучшее время для домашних заданий», где мы подробно рассмотрели такую тему, когда же лучше учиться. Так вот, здесь, когда ребенок нам говорит, я не хочу учиться, надо задуматься, а что он делал перед этим. Если перед этим он занимался какой-нибудь сидячей деятельностью, интеллектуальной, или деятельностью, которая давала ресурсов его внимания, например, он игрался в компьютерные игры, разумеется, он от всего этого устал, и у него просто батарейка подсела. Ему надо перезарядиться. И в такой ситуации мы, как бы, говорим, хорошо, хорошо. Сначала еда, если он голоден, потому что все равно надо силы восстановить. Потом или сон, или прогулка. Душ, чтобы взбодриться, привести себя в порядок. И дальше домашнее задание. Если уже поздний вечер мы понимаем, что трудоспособность уже восстановить нельзя, время упущено, то лучший вариант, конечно, здесь будет просто уже отказ от домашнего задания. Итак, мы переходим к третьему пункту нашего рассмотрения. Это отсутствие установки. Что такое установка? Установка – это готовность действовать определенным образом в определенной ситуации, характерная тем, что психика мобилизирует внутренние ресурсы для выполнения той или иной задачи. Если установки нету, силы не мобилизированы, то внутренне это переживается как дискомфорт, как необходимость заставлять себя что-то делать. И, разумеется, это очень неприятное чувство. И ребенок будет говорить, что он не хочет делать домашнее задание. Как же помочь ребенку решить данную задачу? Попросить его принести дневник. Поспрашивайте, а какие завтра у тебя предметы? Что вы сейчас проходите? Ага. А что тебе задали по этому предмету, дорогой? Так. А как ты, вот тебе сейчас это легко дается или сложно? Как ты думаешь, сколько у тебя сил потребуется, времени для того, чтобы сделать это домашнее задание? Ага. А по следующему предмету. Вот как? Что сейчас проходите? Вот это интересно, пообщайтесь с ним. Опять-таки, поузнавайте, сколько времени, сколько сил у него потребуется, по его мнению, для того, чтобы решить данную задачу. И пока мы разговариваем, ребенок потихонечку начинает включаться в эту задачу, оценивая сложность, оценивая время. Он автоматом формирует что? Установку, готовность действовать. А дальше мы делаем финт ушами, такой же, как с конфликтом мотивов. И предлагаем ему, ну смотри, вот как бы мы сейчас разобрались, въехали, и если у тебя нету сейчас конфликта мотивов, да, то вот лучше же сейчас прям сразу сделать, и потом со свободной совестью заниматься своими делами. Ну и разумеется, стоит понимать, что, скорее всего, вы столкнетесь не с одним фактором, а сразу с несколькими. Ну, здесь просто комбинируем и все. Ну, а на сегодня все, и до следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok